Ребенок, пусть и совсем маленький, это уже веточка большого семейного дерева. Эркий пример тому родословной Чуклеевой в ходе ее составления было найдено около 600 имен этого рода. Более подробно расскажут наши коллеги. Все началось с Николая Тимофеевича Чуклеева, моего троюродного дяди, который занимался этим вопросом в течение пяти лет. Он давно интересовался историей рода своего, и поэтому с самого детства по разговорам старожилов, старых людей он все это выспрашивал, запоминал. И вот уже выйдя на пенсию в 60 лет, он начал заниматься родословной не только рода Чуклеевых, но и всех 31 поселенцев деревни Каменка, которые переехали из Северо-Вологодской области, это были комизыряне. Он писал традиции, быт, какая была медицина до революции. Нашел он из рода Чуклеевых где-то 120 имен. Теперь известно, что род наш идет от Ивана Чуклеева, и занимаясь хлебопашеством, слесарным бандарным делом, обеспечивал себя и свою многочисленную семью, а у него шестеро детей, всем необходимым. Поселившись в Каменке, у детей появились свои дети, которые стали отселяться от родительского дома, строить себе на соседней улице свои дома, своих детей воспитывать. Таким образом, где-то 4 поколения людей, которых мы видим на диаграмме, они жили в деревне Каменке. Мне стало интересно не только свою линию проследить, а как другие линии идут. Дети, внуки, правнуки, праправнуки. Таким образом, начиная с 1824 года, удалось проследить по настоящее время 8 поколений. Сначала это был просто чисто спортивный интерес. Могу ли я найти вот такое количество родственников? Ведь родословное – это маленькое государство. Здесь есть все. Люди разных профессий, люди разных интересов. Здесь есть и отрицательные стороны их характера. Они потом в жизни им сыграли, конечно, роковую иногда роль. Есть очень интересные, положительные моменты. Оказалось, что у нас не только в нашей области, по всей области они разъехались. На Урале, в Азбесте, в Омской области, в Омске живут. Значит, в Германию уехали, в Соединенные Штаты, в Италии. Все это каменские наши деревенские люди. Занимаясь этим, мне это доставляет удовольствие, что я что-то цельное делаю по одному роду. Все-таки от одного прадеда найти такие ветви до восьмого поколения. Но это заслуга не моя. Это заслуга все-таки Николая Тимофеевича. Я рада, что вот такой большой работе кропотливой удалось найти около 600 имен в нашем роду. Но работа эта продолжается, и это здорово.